в глазах далеко не детский задор осмысленности уверенность не по годам военная выправка распорядок дисциплина в 12 они выбрали служить отечеству впервые примерив алые погоны гордо так как понимал то что еду поступам отца и деда захватила с первых минут того как у нас было посвящение я сразу уже чувствую то что я служу своей родине у нас девиз один за всех из одного и мы с этим девизом просто идем и гордимся этим меня перед этим готовил отец он мне уже летом дал иголку с ниткой сказал шей так как тебе это придется все равно делать я уже был немножко на навчен этим сегодня за плечами миша печерова почти четыре курса минского суворовского на ты теперь не только с ниткой и иголкой в этих стенах получают серьезную подготовку по военным дисциплинам изучают огневую тактическую строевую постигают азы военного дела подъем отбрасываем одеяло соратниками научились рано вставать и ложится вовремя отказываться от телефона интернета в пользу живой дружбы жить по уставу они приходят потому что ему нравится суворовская форма они приходят на день открытых дверей побывав здесь да у них огромное желание да я хочу быть суворовского не до конца не осознаю что это очень большая ответственность и не у всех возможно хватит в последующем силы воли для того чтобы совершить начато от курса курс укрепнут физически морально интеллектуально для того чтобы пройти такую школу жизни одного желания мало в ряды будущих военных идут высоко мотивированные и одаренные в науках упор на математику и физику эти точные больше других бойцы силовых ведомств применяют на практике вооруженных силах в основном все факультеты связаны именно с физикой и математикой поэтому изучать ее на углубленном уровне это конечно правильно и соответственно дети в дальнейшем скажем нас не подводят и учатся успешно вооруженных силах республики беларусь а также на факультетах российской федерации сегодня же многие из алого строя продолжают дело отцов дедов прадедов продолжить семейную традицию и миша правда замахнулся не на мотострелковые а военно-космические войска отец учился два года выпускник 37 выпуска после суворовска пошел военную академию потом продолжил свою службу в печах там познакомился с моей мамой после чего его отправили суворовска здесь он прослужил 7 лет он меня набрал как командир роты вузы системы национальной безопасности сегодня поступает практически каждый выпускник суворовского и кадетских училищ там целенаправленно готовят будущих офицеров с малых лет закладывая зерно патриотизма и гражданской ответственности за свою страну воспитать настоящими гражданами своей страны людьми которые очень трепотно относятся к атрибутам государственных для которых такие слова как хатынь как площадь флага площадь победы не просто простые слова а действительно слова которые вызывают определенный именно это мы ложим в решение основной нашей задачи это формирование настоящего гражданина настоящего патриота своей родины и я глубоко убежден и знаю как руководитель начали минского суворовского училища что начиная от меня и заканчивая педагогов которые учат ребят патриоты сами о гранях патриотизма заговорили иначе после событий 2020 когда стало понятно если упустим молодежь ей займутся те кому явно невыгодно сохранить беларусь мирным кусочком земли в самом центре европы можно ли научить патриотизма к этому вопросу в стенах минского суворовского подходят философские показывая наглядные страницы истории великой отечественной когда в миг можно потерять все те кто открывают парад посвященной победе кладут цветы к подножию братских могил и помнят имена полководцев и генералов ведущих за собой советскую армию вряд ли допустят подобное сегодня поэтому такое воспитание широко внедряют и в целом в образовании в школах развивают кадетские классы в кадетских же корпусах созданных в каждой области и минске увеличивают наборы и мы когда-то наверное на каком-то определенном этапе наверное потеряли что-то когда и школу брали допризывную подготовку начальную военную подготовку и вот теперь возвращение стало таким тяжелым но я думаю что занятия по военной патриотической подготовки вообще воспитание патриотизма нужно начинать наверное с первого класса потому что так если мы не будем этим заниматься то займутся как украине как других странах те кому выгодно развалить разрушить поломать они в преданности выбранному делу самоотдачи защите своего государства и народа это своими поступками подтверждают и выпускники кадетских и суворовского училищ сегодня почти год отдаляет от трагедии в барановичах где крушение учебно-боевого самолета як-130 оборвало жизнь летчиков андрея ничепорчика и никиты куканенко о том что будет летчиком никита знал еще в пятом поэтому и пришел поступать в полоцкая кадетская успевал и в учебе в спорте сомнений что в дальнейшем поступит на авиационный факультет не было талантливый одаренные учителям разве что оставалось удержать неуемную энергию и направить в нужное русло вот захожу сидит 27 человек хлопчиков маленьких дробненьких и среди них на первых на среднем ряду на за первым столом сидит такое яркое рыжее пятно уже улыбающиеся любопытные глаза мол пришел мы посмотрим что будет дальше во время учебно-тренировочного полета экипаж як-130 обнаружил техническую неисправность машина резко пошла вниз и и начало крутить диспетчер несколько раз говорил пилотом катапультироваться попытки предприняли только после того как убедились траектория падения безопасна для людей на земле погибли из-за недостаточной высоты задумываясь о том как вот андрей и никита могли дойти до такого уровня вот и даже святости ведь времени было очень мало но где-то минутой так это секунды команда земли прыгать они в это время вдвоем ищут место куда упасть чтобы как можно меньше повредить людям посмертно летчики удостоены звания герой беларуси за мужество и героизм проявленные при исполнении воинского долга а это кадры награждения еще одного героя выпускника минского суворовского военного училища старший лейтенант алексей харламов во время занятий по огневой подготовке рискуя собственной жизнью спас военнослужащего срочной службы когда тот уронил гранату с выдернутой чекой себе под ноги крикнув солдату беги прикрыл его собой он прекрасно понимал что ему родину дала самое дорогое до такого же чего-то сына и он сделал не считая не боясь то что может погибнуть спас этого за подвиг награда от президента за личное мужество говорит на принятие решений было не больше четырех секунд после этого неминуемый смертоносный взрыв рефлекторно это все происходит потому что другого выбора нет то есть либо умри либо спаси жизнь товарища так сказать и себя самого то есть есть обязанности есть нормативные документы по которым написано как действовать в критической ситуации то есть благодаря этому я благодаря всем знаниям навыкам применил их на практике и остались живы такая самоотверженность в кадетском и суворовском братстве далеко не редкость это то незыблемое что заложено поколениями еще с 50-х оттуда берет начало белорусское кадетство в 53-м в минске открыли первое суворовская по примеру кадетских корпусов всего ссср куда набирали мальчишек и девчонок чьи родители погибли или пропали без вести на фронте суворовец голиков по вашему приказанию прибыл кирилл твой отец варди майор петр семенович голиков пал смертью храбрых при штурме книгсберг теперь кирилл здесь у нас твой дом твои родители беларуси которая вынесла четыре страшных года гитлеровской оккупации просто необходимо было опереться на патриотическое осознание народа в суворовском училище этих ребятах валых погонах увидели образец послевоенного возрождения сразу набрали пять десятков воспитанников тогда обучались 7 лет за годы формирования такого образования сроки менялись не единожды когда-то даже ограничились двумя годами воспитывали в строгости суворовец всегда оставался примером для любого гражданского человека твердо встала в нашем сознании тот факт что когда свое воспитанник в обществе в общественном транспорте он не имеет права сидеть на на сиденье нам напоминали ты будущий защитник этих людей граждан населения государства константин шаманец сел за парту суворовского в 59 к этому времени кадровые военные заложили отличную учебную базу выпускники же всегда были гордостью и образцом выполнения не только долга гражданского многих кто отмечен следом алых погон не обошли боевые действия в горячих точках больше двух сотен выпускников суворовского после вооруженного конфликта в афганистане отмечены орденами и медалями десятки погибли в боях как призвали служить туда и сегодня константин шаманец помнит четко вечером пришел приказ рано утром быть в штабе прибыли генерал сидеть за столом т-образный стол присаживайтесь товарищи сэры обстановку в короткий разговор обстановку в афганистане знали данная вам предложено туда конечно все внутри опустил и тем не менее каждый из нас кто я я понимал что я для этого готовился все же именитые выпускники подвигами хвалиться не привыкли но понимали насколько важно знать молодежи о том что такое война сколько страха и боли в ее глазах поэтому восемьдесят восьмом на базе альма-матер образовали минский суворовский клуб в девяносто втором его переименовали в белорусский союз суворовцев и нахимовцев эти глубже видели эту проблему просто напросто государство небольшое выпускников суворовских училищ до достойных прошедших хорошую армейскую школу было очень много поэтому было на кого опереться был накоплен определенный опыт смена названия не повлияло на суть суворовцами говорили о патриотизме духовности нравственности позже с развитием кадетского образования его стали называть белорусским союзом суворовцев и кадет по его инициативе появилась и международная ассоциация кадетское братство или то общество которое необходимо формировать внутри государства а не вне его для своего государства и в те времена по большому счету это было очень такое сильное мощное движение со своими со своей репутацией со своими традициями со своими со своей мотивацией в рамках подготовки основная масса из них естественно шли на укомплектование военных учебных заведений причем с наиболее самых престижных еще на пороге 90-х было понятно ряды воспитанной в таком ключе молодежи нужно расширять традиции суворовского подхватили кадеты указом президента в 2010 а кадетских училищах заложена база кадетского образования для беларуси это относительно свежая страница но с такой глубокой историей слова кадеты произошло оно не сегодня родилось это была система кадетского образования царской россии кадетских корпусов больше сорока в свое время и даже вот суворовцы которые были суворовцами назывались но все равно их между собой звали кадет ряды мальчишек салами погонами на плечах разбавили девушки для них нет отдельных нормативов до призывной подготовки или послаблений в дисциплине несут дежурство ведут в строю служить родине не просто признается воспитанница полоцкого кадетского но уверена это осознанный выбор всех кто выбрал этот путь того как у нас было посвящение я сразу уже чувствую то что я служу своей родине несу ответственность за родину и отечество если бы жизнь сложилась так что мне пришлось бы поступить и до второй раз и прожить всю эту чудесную историю еще раз я бы абсолютно согласилась века мечтает поступить на таможенное дело быть полезны и на границе ее решения родители поддерживают хоть сами и не из ряда военных постигать дело кадетская в полоцк приехала из поставского района жизнь в расположении не пугает хоть и добавляет ответственности за себя и обязательно ближнего товарища такое чувство плеча закладывают с первых дней этим ребята в погонах сильно отличаются от сверстников как сказать у нас девиз один за всех из одного и мы с этим девизом просто идем и гордимся этим кадетское образование в беларуси сегодня включает 11 учреждений кадетские училища и суворовская два лицея мвд мчс они объединяют тысячи молодых людей тех что хотят связать свою жизнь со службой но время показало такая школа готовит не просто резерв для вооруженных сил структур мвд таможенного или погранкомитетов готовит сильное гражданское звено которое прекрасно понимает что такое родина и ответственность за свою страну любить родину то есть не предавать ее и в любой ситуации стоять за нее уважать народ уважать традиции народа чтить память чтить историю быть гуманным он должен относиться к людям с добротой с теплом относиться к ним с душой своей патриотизм это полное отдание самого себя на благо нашему отечеству нашей родине и наша задача как нового поколения сохранить мир который дай быть нашими дедами